Итак, добрый день. Я всех рад вас приветствовать на нашем вебинаре, который посвящен сегодня возможностям речевой аналитики для бизнеса. Меня зовут Ленар, я сотрудник Яндекс Клауд, я менеджер по голосовым решениям Яндекс Пич Кит. Сегодня у нас в студии со мной гости Артем Бухтаяров, коммерческий директор Ройстад. Артем, привет. Привет, Ленар. И чуть попозже к нам присоединится Тимур Вайсман, старший специалист развития внутренних продуктов компании Киви Банк. О чем же мы сегодня поговорим? Я вам расскажу о возможности речевой аналитики. Артем рассказывает то, что нельзя прослушать, можно проанализировать, а Тимур Вайсман закончит сегодняшний вебинар опытом внедрения речевой аналитики в своей компании. Итак, о возможности речевой аналитики. Я вкратце расскажу про Яндекс Клауд, Спич Кит, про возможности, какие есть беззадачи речевой аналитики, текущие решения и проблемы, транскрибация и зачем нужен ISR, а также расскажу про, что есть нового Яндекс Спич Кит. Итак, Яндекс Клауд — это часть экосистемы Большого Яндекса. Задача Яндекс Облако — дать платформу, на которой любой бизнес смог бы совершенствовать собственные сервисы благодаря технологиям Яндекса. То есть через платформу Яндекс делится собственными технологиями и создает новое, ориентируясь на потребности и ожиданиях широкой аудитории. Говоря про широкую аудиторию, я говорю, что нашей платформой Яндекс Клауд пользуются разные люди. Это и физлица, это и юрлица. Если говорить про юрлица, это индивидуальные предприниматели, это средне-малый бизнес, крупный бизнес, большой интерпрайз-бизнес, это госсектор, госкорпорация и международные компании. Но многие в облака идут не только из-за инфраструктуры, но и за платформенными сервисами. И здесь у нас есть собственная экспертиза и технологии, которые могут стать прорывными для многих компаний, которые хотят развиваться, но или по тем или иным причинам не могут создавать такие технологии внутри себя. И здесь у нас три блока, которые мы развиваем. Первый блок — это решение для обработки и управления данными. Второй — это сервисы для разработки, для создания облачных приложений и высокомасштабированных сервисов. Ну и, естественно, блок машинного обучения и искусственного интеллекта. Здесь есть готовая моделька от Яндекса, ну, например, машинный перевод Яндекс Транслейт, синтез речи и распознавания речи Яндекс Пич Кит, Яндекс Вижн и инструменты для дата-сандистов Яндекс Дата Сфера. Также хочется отметить то, что у нас есть собственный маркетплейс, куда наши партнеры могут положить свои продукты и сервисы, чтобы помогать нашим клиентам, пользователям для более широкого сценария использования Яндекс Клауд. Что же такое Яндекс Пич Кит? Это сервис синтеза и распознавания речи. Наши главные особенности — это стабильная работа, отказоустойчивость и масштабируемость. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что мы сервис предоставляем по схеме 1, плюс 1, плюс 1. Это значит, что мы одновременно живем в разных, независимых друг от друга дата-центрах, и вы гарантированно можете воспользоваться нашим сервисом, и всегда легко его можете масштабировать. Если говорить про синтез речи, то у нас на сегодняшний день в портфеле много разных мужских и женских голосов. Порядка 8 голосов сейчас уже есть как стандартных, так и премиальных. Еще я хочу отметить то, что мы готовы создать премиальный брендовый голос под ваш бизнес, если это необходимо. Если говорить про распознавание речи, то мы распознаем короткие аудио, мы распознаем потоковое аудио в режиме реального времени и распознаем длинные аудиозаписи, про что мы сегодня более детально и поговорим. Если подытожить 2020 год и посмотреть назад, то Яндекс.ПичКит стал самым востребованным ML-сервисом на платформе Яндекс.Клауд. Мы приросли на 150%, а на сегодняшний день уже у нас в портфеле более 500 реализованных проектов. Вообще, СпичКит позволяет решать разные бизнес-задачи. Ну, как вам известно, это создание голосовых помощников, голосовых ассистентов, ну и, соответственно, голосовых роботов для автоматизации колл-центров. Но в 2021 году мы видим интерес, тренд и тенденцию и заинтересованность распознавания длинных аудиозаписей для целей речевой аналитики. И здесь мне, наверное, нужно рассказать, какая же стоит бизнес-задача у речевой аналитики. Суть речевой аналитики довольно простая. Необходимо научиться измерять работу операторов по неким формальным параметрам, которые напрямую влияют на развитие бизнеса. Ну, например, оценка качества обслуживания, продажи. Такими параметрами могут быть, например, наличие слов-паразитов в речи оператора. Такие параметры могут быть, например, соблюдение скриптов продаж. Зачастую отдельно берут звонки и прослушивают, где ваши клиенты могут остаться недовольными результатами таких разговоров. И такие разговоры обрабатывают, чтобы научить ваших сотрудников, операторов лучше справляться с такими ситуациями в будущем. Сегодня речевой аналитикой могут воспользоваться несколько департаментов отделений в одной компании. Ну, в первую очередь, конечно же, это коммерческий блок, который следит за контролем скриптов, постоянно улучшает эти скрипты на опыте лучших продавцов. Служба поддержки использует речевую аналитику для оценки знаний сотрудников и их влияния на лояльность клиентов. Маркетинг используют для персонализации рекламных компаний и проверки их эффективности. Служба безопасности по понятным причинам ищет утечки информации, она может быть кондициональной, либо коммерческой тайной. Ну и, соответственно, контроль качества делают проверку соблюдения регламента обслуживания и ищет проблемные диалоги. Если говорить про цели речевой аналитики, их на самом деле очень много, но я бы хотел акцентировать сегодня три цели. Это улучшение дисциплин сотрудников, то есть речевая аналитика позволяет повысить дисциплину. Сотрудники колл-центра, как правило, начинают работать лучше, когда понимают, что их прослушивают. Соответственно, вы можете прослушать тех сотрудников, в диалогах которых ваши клиенты испытывают трудности и тем самым давать фидбэк операторам, чтобы они прокачали свои скиллы. Второй — это постоянный поиск точки роста бизнеса. Зачастую клиенты сами к вам обращаются с какими-то проблемами, с какими-то пожеланиями. Это комплексный подход получить обратную связь от рынка, то есть вы понимаете, какие можно улучшить бизнес-процессы в вашей компании. Ну и, конечно, если у вас есть сезонность бизнеса или какие-то акционные, маркетинговые продажи, то вы можете определить топовые темы и тренды, таким образом подготовить какие-то определенные материалы, чтобы ваши сотрудники лучше были подготовлены. Сейчас, наверное, нужно сказать пару слов, какое же текущее решение и какие же есть проблемы. Фундаментальной проблемой речевой аналитики всегда была стоимость оценки качества работы сотрудников, которые вручную прослушивают записи. В среднем 2-3 звонка из 100 проходят оценку качества, а про все остальные компания ничего не знает. Это серая зона, это тень. Соответственно, такая малая выборка создает иллюзию контроля, а не дает своевременно реагировать на такие ситуации и давать какую-то обратную связь с оператором. Второй момент, который я хотел бы отметить, это то, что если, как я говорил на предыдущих слайдах, если у вас есть сезонность работы вашего бизнеса или, например, какие-то там проводите акции, то, конечно же, масштабировать таких специалистов, которые делают оценку качества супервайзеров, очень дорого и долго. Какие же могут быть последствия, если на это закрывать глаза? Ну, соответственно, бизнес, конечно же, начинает терять клиентов и не понимает, почему. Второе — увеличение повторных звонков. Если сотрудники колл-центра не могут справляться или не могут дать нормальный развернутый ответ вашим клиентам по каким-то проблемам, то значит, скорее всего, этот клиент вернется с повторным звонком и тем самым увеличит нагрузку на ваш колл-центр, а это дорого. Ну и, соответственно, как снежный ком у вас будут увеличиваться неэффективные приемы продаж и неэффективное информирование и обслуживание ваших клиентов. Здесь мы плавно переходим к транскрибации или зачем нужен ISR. ISR — это аббревиатура, которая расшифровывается как автоматическое распознавание речи. Automatic Speech Recognition — это технология, которая позволяет увеличить долю анализированных звонков до 100%. Технология довольно проста. Мы берем ваши записи и переводим их в текстовый формат. Этот текстовый формат вы уже можете анализировать и, если необходимо, визуализировать, например, на какие-нибудь дашборды. Использование ISR позволяет на порядок увеличить долю анализированных звонков при том же бюджете. А еще операторы начинают лучше работать, как только узнают о распознавании 100% диалогов. Я тут плавно перехожу, что нового в Яндекс.Пичкит. Яндекс уже достиг хороших результатов во внедрении речевой аналитики для своих клиентов. И мы не останавливаемся на достигнутом, мы постоянно улучшаем свои технологии. И сегодня я хотел бы вам рассказать про наши обновления. Первое. Мы запустили специальный тариф с SLA 24 часа. Этот тариф очень хорошо подходит для компаний, у которых очень большой объем звонков, большой трафик звонков на код-центр и которые хотят 100% покрытие речевой аналитики, но которые готовы получать результат немножко позже. Мы гарантированно отдаем результаты, обрабатываем ваши записи и отдаем в течение 24 часов. То есть мы обрабатываем наименее нагруженное время работу наших дата-центров. Это позволило нам снизить цену в 4 раза. Второе. Мы запустили улучшенную нейросетевую модель на базе архитектуры трансформеров. Что это такое? Сейчас автоматическое распознавание речи имеет две модели. Акустическую и языковую. Разработка таких моделей, как правило, идет независимо друг от друга. У такого подхода есть недостатки. Акустическая компонента, как правило, не знает особенности языка. Поэтому Яндекс Клауд разработал собственный вариант end-to-end модели, в которой аудиомодель и языковая модель одновременно обучаются внутри одной нейронной сети. Это позволило нам прирасти в точности. А самое главное для вас, что у этой технологии есть стандартная тарифная цена. В Яндекс Пич Кит мы хотим, чтобы многие компании использовали автоматическое распознавание речи и тем самым начинали автоматизировать и трансформировать свой колл-центр, чтобы уйти от иллюзии контроля и перейти к качественной аналитике. Ну и пару слов, почему Яндекс Пич Кит. Мы знаем рынок конечных решений и можем подобрать лучшие для конкретной бизнес-задачи. Яндекс знает возможности и потенциал голосовых технологий, поэтому мы всегда объективно оценим любую бизнес-задачу. В Яндексе есть программа Пич Кит.Про и у нас много сертифицированных партнеров, поэтому мы подберем лучшего партнера на рынке под ваши бизнес-задачи. Ну и не будем скромничать, у нас на сегодняшний день лучшая транскрибация на рынке голосовых технологий. У меня на этом все. Если у вас есть вопросы, можете их писать, и мои коллеги мне помогут, я их прочитаю и отвечу. Коллеги, а какие языки для распознавания у вас доступны? Ну, конечно, у нас основной язык это русский, еще есть английский и турецкий языки. И также мы на сегодняшний день очень смотрим на казахский язык, не прямо на казахский, а смешанный казахский и русский язык. Поэтому следите за всеми нашими релизами. Мы, как правило, когда что-то выходит, пишем на нашем сайте Яндекс.Пич Кит, на нашем лендинге есть вся необходимая информация, документация. Запись звонков должна быть двухканальной или может быть одноканальной с наложением голоса оператора на речь клиента. Если вы хотите, чтобы у вас были результаты разговора оператора и клиента раздельно, то, конечно же, тут нужно использовать двухканальную запись. Возможен ли синтез речь на основе собственного образа голоса? Ну, если вы справитесь с этим как диктор, то, конечно же, возможно. Это не очень легкая работа, там как минимум нужно 50 часов записи. И там, если вам интересно, я как-нибудь отвечу отдельно, напишите мне на почту. Так, чтобы быть в тайминге, я, наверное, сейчас передам слово Артему. Я так понимаю, у нас больше вопросов нет, поэтому, Артем, давай я переключу тебя на твой слайд. Спасибо. Всем добрый день, меня зовут Артем, я коммерческий директор компании Ройстад. Мы являемся разработчиком маркетинговой платформы, которая имеет много разных возможностей, в том числе и являемся разработчиком продукта Речевая аналитика. В данном продукте мы сотрудничаем с Яндексом, Яндекс распознает голос, переводит его в текст, мы своей нейросетью его обрабатываем и составляем необходимые отчеты, данные, всевозможные кейсы для повышения эффективности работы на телефоне. Почему мы работаем вообще с Яндексом? Давайте начнем с этого. Во-первых, в любом распознавании речи один из самых главных факторов – это высокий уровень распознавания. Потому что далеко не все сервисы на рынке позволяют распознавать с высокой точностью, если точность хромает, но, соответственно, данные будут некорректные. И один из главных критериев, почему мы нашим партнерам выбрали именно Яндекс, это высокий уровень распознавания. Во-вторых, очень важно, потому что клиенты у нас есть разные, это от среднего малого бизнеса, заканчивая крупными компаниями, колл-центрами. И важно, чтобы сервис тянул очень высокую нагрузку. Поскольку мы можем распознавать как в течение буквально реалтайма, так и в течение суток. И вот для тех, кому нужен реалтайм, должна быть хорошая бесперебойность, высокая нагрузка, должна поддерживаться и так далее. Поэтому тоже Яндекс. Ну и третье, что для всего рынка немаловажно – это цена. Поскольку некоторые компании могут себе позволить и дорогое решение любое, а некоторые компании очень сильно экономят деньги, тем более в сейчасшнее время. Соответственно, выгодные цены позволяют работать со всеми клиентами, делать сервис доступным, удобным, простым и в то же время качественным. Какие задачи вообще решает речевая аналитика? Во-первых, это выявление проблемы конфликтных ситуаций. Мы разделяем голос, у нас нейроссеть разделяет голос на два потока, соответственно, отделяет голос оператора и голос клиента, с которым разговаривает оператор. Таким образом, можно выявлять необходимые слова от оператора непосредственно, необходимые слова от клиента, которые мы хотим сопоставить в итоге и понять, как вообще у нас строился диалог. Это идет как стерео, так и через моно. Соответственно, анализ работы по скриптам тоже немаловажен, потому что нужно понять не только то, что оператор говорил, а что еще клиент говорил в этот момент. Ну и, соответственно, для маркетинга неважно отслеживание качества трафика. Ну, собственно, три основных направления, которым будет интересна речевая аналитика, это отдел продаж, отдел маркетинга и отдел контроля качества. Но надо понимать, что данная возможность, она полезна не только для, как вот в классической форме представляет отдел продаж или колл-центр, где заходишь в open space человек на 100 или хотя бы 10 человек. То есть данные решения успешно используются даже в салонах красоты, небольших, стоматологических клиниках. Потому что там тоже очень важно понимать, как вообще администратор общается со своим клиентом. И переслушивать это, это такая, как бы, во-первых, это дорого, во-вторых, это чаще-чекий фактор, в-третьих, это нестабильно. Анализировать через речевую аналитику гораздо удобнее. Сразу можно понять, предлагались ли определенные акции, соблюдались ли скрипты переговоров. Плюс наш сервис позволяет понять, а не повышались ли тона вообще в разговоре, не было ли неловких пауз. Мы тоже это все определяем. Ну, во-первых, для отдела продаж. Ну, давайте представим, классический руководитель отдела продаж, у которого от 5 до 10 менеджеров по продажам. Ну, сколько он звонков за день послушает? Ну, 2, 5, 10, если они короткие. Вопрос, а сколько у него 10 менеджеров за день этих звонков совершают или принимают? Можно ли отследить, а действительно ли в каждом разговоре предлагался доп. товар, доп. продукт? Или в каждом разговоре было качественно по стандарту переговоров отработано то или иное возражение, например, дорого? Или возражение подумаю? Ну, те, кто с продажами связаны, меня поймут, какая-то боль у многих руководителей продаж. Соответственно, речевая аналитика позволяет проверить, увидеть все, во-первых, диалоги, где данное возражение было, и посмотреть, а как данное возражение было отработано, и вывести это в определенный анализ. Ну, и многое другое, соответственно, можно использовать для отделов продаж. Дальше. Вечная война отдела маркетинга и отдела продаж. Одни говорят, мы вам приводим хороших клиентов, другие говорят, вы нам приводите плохих клиентов. Вот вы нам нагнали людов, а клиенты нецелевые. Ну, разные сценарии бывают, в разных компаниях разные регламенты, разные правила и так далее, но это как бы классическая история. Так вот, с помощью речевой аналитики можно реально понять, посмотреть, на каких обращениях клиентов были нецелевые обращения, где клиент называл, предположим, не то, что было заявлено в рекламной кампании, или, например, другая сторона медали, а насколько качественно менеджер по продажам квалифицировал клиента. То есть правильно ли он сделал квалификацию согласно стандартам и договоренностям. Соответственно, речевой аналитики позволяет увидеть эти все моменты и просто в наглядной картине по большой массе это все отследить. Это будет все гораздо дешевле, чем нанимать сотрудника контроля качества, потом с ним встречаться, это все история оспаривать и так далее. Дальше, ну, конечно, контроль качества. Бывают фразы, которые нужно анализировать, которые ведут к продажам, а бывают фразы, которые нужно анализировать, которые ведут к лояльности, к лояльности, например, к соблюдению некоторых стандартов безопасности, к всевозможным правилам, да или даже банально проверить, насколько у вас сейчас клиенты негативе в той или иной ситуации. Так вот, соответственно, с помощью речевой аналитики можно посмотреть и этот фактор. Причем у нас есть возможность создавать как собственные словари и наполнять их словами, которые вам интересны. Также у нас есть своя разработка, где уже есть полслов, например, негативное общение с клиентом, где есть уже набор фраз, вам можно, в принципе, не заморачиваться, подключить этот словарь и там все, что может быть в русском лексиконе практически, но, наверное, кроме самых изощренных слов, там точно будут. Ну или наполнить своими. Соответственно, вы получаете в конечном итоге отчеты по всем разговорам компании, где можно сразу увидеть, какие словари были использованы, какие наборы слов были использованы. Их можно составлять по любой логике, называть как угодно, подсвечивать разными цветами. Вот как вам удобно анализировать, так и можно это сделать. У нас специалисты могут подсказать, как это можно сделать лучше, то есть проконсультировать на этот счет, если вы там сомневаетесь, да, это уже как бы на непосредственно внедрение. Далее. Можно эти разговоры сразу прослушать. Про собственные словари я уже вам говорил. Также напомню про разделение речи, да, то есть сотрудников и клиентов, что очень важно, чтобы это все дело не скомкивалось. То есть вплоть до повышения тонов, неловких пауз и так далее. Далее, естественно, имеется интеграция с CRM-системой, что очень важно, поскольку благодаря этому можно, поскольку у нас система сквозной аналитики изначально, да, маркетинговая платформа, можно понять, а вообще, какие диалоги привели к сделке. То есть посмотреть какие-то закономерности, сделать некоторые эксперименты и посмотреть при соблюдении, вот, например, скрипта, какая конверсия и какая выручка у, предположим, одного менеджера и не при соблюдении, например, у другого. Это можно также анализировать и смотреть сквозную историю. Поскольку Яндекс переводит голос в текст, соответственно, мы эту историю подтягиваем. Иногда просто как бы хочется посмотреть по тому ему словарю, нет времени там слушать, ждать, быстрее там прочитать, можно быстренько пройтись глазами, посмотреть, какой был вообще диалог, что в нем использовался. Ну и, конечно же, когда вы подсвечиваете тот или иной словарь, вы туда проваливаетесь, и в тексте будут подсвечиваться слова именно из словаря, которыми словарь у вас был наполнен. Для того, чтобы понять вообще, ну, иногда бывает какое-то слово, да, интересно, в каком контексте оно было. Это гораздо быстрее, это экономит время, это удобно и, соответственно, таким образом можно как бы проверить гораздо больше диалогов за более короткий срок. Ну, с чем это работает? Это работает практически с любой телефонии, которая может отдавать записи по АПИ, то есть это может быть и ваша сейчас телефония, да, это мы можем что-то порекомендовать из АПИ по телефонии. В общем, при консультации всю эту историю проверим, расскажем, как это сделать и так далее. Ну, и также с колл-трекингом, да, само собой. Все это очень удобно выводится в отчет, в дашборд, где можно посмотреть динамику, вообще, как менялась ситуация. Например, там заметили какую-то проблему, дали обратную связь, проделали какие-то работы, в отделе продаж, в отделе клиентского сервиса и посмотрели, как вообще поменялась ситуация. Не знаю, произошел у вас какой-то сбой где-то, да, ну, в вашем бизнес-процессе работы, оказания услуги. Можно увидеть, как вообще изменилась ситуация с точки зрения обращения клиентами, да. Или, например, смотреть, ага, что-то кто-то стал негативить где-то, соответственно, выросла шкала негатива и процент негатива, нужно проверить, а что произошло, что поломалось. Потому что зачастую, ну, нередко бывает такая ситуация, что некоторые отделы, в основном, в крупных компаниях могут, к сожалению, но это не везде так, да, конечно же, умалчивать о тех или иных проблемах, пытаться их решить на локальном уровне. Здесь же можно будет увидеть, насколько вообще довольны сейчас клиенты, не повышают ли они тональность, не говорят ли они матерные даже слова. И, как бы, насколько техподдержка, да, запинается при общении с клиентами. Ну и, знаете, была такая картинка, когда-то давно в интернете, когда сидит парень на лавочке, я просто помню такой мем, сидит парень на лавочке, обнимая девушку, над ним надпись отдел продаж, над ней надпись CRM, ну, то есть отдел продаж, CRM, очень важная связка, да, и вот так вот руку назад протягивает, а там сидит другая девушка, и он держит ее за руку, и над ней табличка такая Excel. То есть о чем это говорит? О том то, что, ну, какая бы CRM-система ни была, зачастую нужно провести какой-то изощренный анализ для того, чтобы отследить определенные закономерности, вывести какие-то данные, сформулировать гипотезы, сделать действия для увеличения результата, что-то подкрутить, и во многом Excel тут становится незаменимым, да, то есть зачастую, ну, как бы с ним можно просто делать больше разных действий. Ну, я вам очень завидую, если у вас там CRM-система такая, что вам Excel не нужно от слова «никогда», да, то есть, ну, периодически что-то приходится в любом случае любому руководителю, особенно руководителю продаж, клиентского сервиса анализировать. Поэтому, естественно, мы делаем выгрузку, также даем возможность выгрузки в Excel для того, чтобы эти данные свести с ВПР и чего угодно с ним сделать. Что я хочу еще сказать? У нас для участников вебинара есть специальное предложение, то есть, если вы в течение ближайших двух дней сегодня-завтра к нам обратитесь и скажете, что вы участник вебинара про речевой аналитики или напишите, мы сделаем для вас специальные условия, дадим 300 минут распознавания бесплатно, ну, то есть, сможете проверить это дело, протестировать это дело и, соответственно, на спецусловиях с нами поработать. Ну, на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Приятный бонус, ты говоришь про нашим клиентам. Слушай, нужно было, наверное, все-таки мемчик-то добавить в свою презентацию, чтобы все мы посмотрели. Я что-то об этом, кстати, подумал уже, когда ехал сюда. Окей. Слушай, Артем, скажи, пожалуйста, вот нас сегодня слушают много клиентов, а сколько примерно вот этот временной лаг, да, когда там от интереса до продакшена вы можете внедрить речевую аналитику для клиентов? Сколько примерно? Слушайте, ну, по-разному. Можем вплоть до, там, не знаю, за несколько дней внедрить. То есть, зависит же от чего. Потому что мы взаимодействуем с клиентом, подключаем все его системы, налаживаем ему полную интеграцию. И тут зависит в основном от того, как мы обмениваемся данными. Мы работаем довольно-таки оперативно, потому что еще зависит от проекта. Потому что клиент, кто-то у нас подключает только речевой аналитик, кто-то подключает полную маркетинговую платформу, и может быть очень много систем, к которым нужно подключение производить, обмениваться разными данными и так далее. Вообще, если говорить про минимум, это можно и за один день сделать, да, при желании, если клиент хочет настроиться сам. Понял. Я вот попрошу коллег, чтобы нам поправили подсказки, которые приходят к нам с вопросами. И пока тогда сам уже задам вопрос, пока нам все настраивают. Скажи, пожалуйста, Артем, у вас же в Статинамерико тоже есть аналитики, которые могут помочь клиентам внедрять эту систему? Конечно. У нас есть специальный отдел интеграции, который помогает клиентам внедрять данную услугу. Плюс мы со своей стороны можем накидать каких-нибудь кейсов, дать рекомендации определенных, как это лучше историю внедрять. на основе собственного образца. Пока вопросов, видимо, это были старые вопросы, на них, наверное, мы ответим чуть попозже тогда, видимо, касалось моего выступления. Ждем еще тогда вопросы по поводу твоей презентации. Полтональность, это вопрос был, с которым я рассказывал про то, что мы определяем тональность, определяем негатив. Да, тональность ты говорил, это очень интересно. Паузы, да. Смотрите, я отвечу про двухканальную запись. По сути, мы разделяем ее, соответственно, на два канала. На оператор, на клиента. Да, да. И, соответственно, таким образом понимаем, ну, кто оператор, кто клиент. Тут вот вопрос, сколько проходит времени от момента окончания звонка до его анализа? Есть два типа, то есть есть тип real-time, когда проходит буквально несколько минут, и происходит анализ, попадает данные в отчетность, он стоит чуть дороже, и есть вариант дешевле, о чем уже Ленар говорил, когда можно сделать это сильно дешевле в течение 24 часов. Уже пользуетесь таким? Конечно, да, мы его пользуемся, и наши клиенты им пользуются. Я скажу, будешь. Но у нас релиз просто вышел в декабре. Ну да. Супер. В принципе, я так понимаю, у нас больше вопросов нет, поэтому у нас сейчас будет небольшой перерыв, буквально 1-2 минутки. Я прошу вас никуда не уходить. К нам сейчас присоединится Тимур Вайсминс и компания Киви, и он расскажет про опыт внедрения речевой аналитики у себя в компанию. Итак, снова всем привет. К нам присоединился Тимур. Тимур, привет. Приветствую. Тимур сейчас нам расскажет про свою презентацию, про опыт внедрения речевой аналитики в компанию Киви Банк. Тимур, я тебе передаю слово. Благодарю. Да, позвольте всех поприветствовать. Меня зовут Тимур. Я старший специалист развития внутренних продуктов в Киви, ну или полностью ООО Киви Банк. Расскажу про наш опыт внедрения и эксплуатации в целом спички та, какие мы себе цели ставили, к чему мы пришли и что мы планируем далее. Ну можно выделить здесь основных четыре поинта, так как мы конечный пользователь, у нас основной поток это именно входящее обращение, где мы пытаемся улучшить клиентский опыт. И за счет этого я вам сегодня хочу рассказать, для чего нужна речевая аналитика именно спичкита, почему мы используем именно спичкит и на что повлиял выбор именно этого вендора, как используем, что у нас сейчас уже в процессе эксплуатации и тестирования. Ну и также, что мы планируем в недалеком будущем. Давайте пойдем по цели. Нас интересует анализ и отчетность 100% звонков. То есть счет идет в месяц на сотни тысяч коммуникаций только в голосовом канале. И нужно их всех как-то охватить, потому что у нас есть свой Киви стиль общения с клиентами. Мы хотим избавиться от разных слов-паразитов, от негативных моментов, возможно, каких-то там ругательств, если такое имеет место быть. Все предотвратить, чтобы клиент получил полную информацию о том, с каким вопросом или с какой болью он к нам обратился. Также мы ищем точечные фидбэки по фиче, по продукту, когда мы что-то зарелизили, пилотируем или тестируем. И это можно противопоставить, наверное, какому-то UX-исследованию. Потому что если предварительно продукт строится по классическому касс-деву вокруг клиента или потребителя, то мы можем оценить какой-то отложенный эффект, ищая инсайты, но просто элементарно по горячим словам из тех логов, которые нам прилетают, ну и для дальнейшего анализа. Как же сказал, общий стиль речи операторов, мы хотим предоставлять информацию максимально свободно, максимально просто, чтобы порог входа, так сказать, в наш продукт у клиентов был с максимально низкой предметной областью. Также мы ищем инсайты от клиентов, когда можем подсветить какую-то дополнительную информацию, в каком дальнейшем виде нам нужно развивать наш продукт. То, о чем мы можем не догадаться, но при этом есть такая потребность у клиента. И то, что у нас тестируется, то, что мы сейчас исследуем и готовимся к пилоту, это автооценка всех 100% звонков, как сказано в первом пункте. То есть, как ранее Ленар правильно подметил, на 100 звонков примерно только 2-3%, которые попадают менеджеру контроля качества. При этом то, что не попадает в прослушку, может быть весьма критичным. И мы такие моменты хотим автоматически ловить. Далее чуть подробнее пойдем по поинтам. Почему все-таки спичкит? Исходя из нашей собственной оценки, выбора вендоров это 85% точности распознавания, то есть так называемого АСРа у Яндекса, против 74% у другого тоже очень крупного транснационального известного игрока на этом рынке и на третьем месте 56% у другого локального, но тоже достаточно известного вендора по транскрибации и вообще по технологии АСР. Ну тут, соответственно, просто безоговорочные лидеры вы на самом деле. Спасибо. Да. Вот. Также я довольно-таки часто в своей работе сталкиваюсь с интеграциями, то есть приобретаем, возможно, какой-то внешний софт или производим какую-то реинтеграцию и тому подобные вещи. Вот. И что привлекательно на самом деле в платформе Яндекс.Облако. Это обычная просто регистрация, прописал немножко инпоинтов, открыл немножко портов, согласовался с информационной безопасностью, с безопасностью, все, договора подписались и вот все выглядит так, как на слайде. Против того, что когда ты ставишь какое-то он прям решение, то есть в контур, то, что может занимать месяц, два, три, в некоторых случаях даже четыре, то есть это тоже очень положительно влияет на косты и на время получения какой-то пользы. Как же мы используем и вообще во что мы идем с технологией спичкита? 100% диалогов на данный момент анализируется за счет 36 библиотек и графиков, то есть то, что мы вводим в дашборды с помощью биоаналитики, чтобы отслеживать разные паттерны, там ругательные слова, фичи, инсайты, у нас уже скапливается достаточно неплохой опыт, чтобы развиваться в этом направлении и охватывать разные сегменты нашей аудитории именно с точки зрения диалога между клиентом и оператором. Обратная связь против UX исследования. Ну, соответственно, мы смотрим реакции пользователей, мы, возможно, что-то меняем в своих процедурах и в том же киви-стиле, и за счет этого можем расти такую метрику, как Customer Certification Index, то есть удовлетворенность клиента. И протестирование, слушаем, анализируем все, в принципе, звонки, которые нам попадают по определенным параметрам из некоторых графиков, но это, как правило, негативные. И что касаемо автооценки в тесте, мы сейчас составляем на основе тех самых библиотек и логов супервайс-модель машинного обучения, который сама будет сопоставлять некоторые плохие диалоги и проставлять им некую оценку, которую мы уже по определенному порогу точности хотим забирать и смотреть, насколько она точная. Но это тестирование, думаю, в дальнейшем мы сможем с вами поделиться более уже каким-то осязаемым результатом. Ну и помимо транскрибации, которую мы используем раз в сутки, то есть в ночное время, когда меньше всего нагрузки и в целом нам этот лаг позволителен 24 часа для аналитики. Мы идем также и в потоковое распознавание и ТТС-технологию от Яндекса. Мы приобрели два премиальных голоса и идем в историю с голосовым ассистентом за счет того, что очень высокая точность и уже готовим классификатор на основе тех данных, которые у нас скопились в аналитике. Вот. У меня, в принципе, наверное, все коротко по моему усилинию. Да, Тимур, спасибо. Пока мы будем ждать вопросы от наших слушателей. Скажи, пожалуйста, вот было интересно послушать то, что ваш опыт, как ты быстро интегрировался в облако наше, да, чем покупаете, он примет решение согласись. Ну, может, ты там больше расскажешь нашим слушателям, потому что, наверняка, там, закупка лицензий, да, это, ну, долгая история, и они всегда масштабируемы. То есть тебе либо нужно будет каким-то запасом покупать, и эти лицензии как бы простают в основном, да, а облако все-таки позволяет масштабироваться быстрее. Здесь облако позволяет масштабироваться даже не только с точки зрения, там, увеличения какого-то качественного количественного. Здесь еще вопрос и поддержки инфраструктуры. Это тоже очень недешевое удовольствие даже для крупных компаний, и нужно правильно под это рассчитывать штат, нужно понимать, какое количество нам железа или виртуальных машин нужно, и да, в этом плане, конечно, облако очень сильно выигрывает, не говоря уже про стэк технологий и как он будет использован. Ну, как бы, всегда основной блокер, особенно для финансовых компаний, там, да, они всегда себе хотят контрразмещать, а тут, как бы, то, что мы, соответственно, 152-му ФСЗ, как бы, все эти блокеры снимают. Да, на самом деле, тоже такие внутри диалоги проводились, и было тестирование, было общение насчет, соответственно, 152-му ФСЗ, и да, действительно, мы все-таки, это наш первый опыт использования облачной технологии, вот, поэтому здесь тоже, как бы, это безоговорочно удобно. Да, и, слушай, еще интересно было послушать, наверное, такую тему, которую вы тоже, там, тестируете, вот эта тема, что обычно, там, многие компании хотят, чтобы шли по точному скрипту, есть кейсы, я сам лично общался с клиентами, которые, наоборот, хотят, чтобы, например, там, он не только быстро закончил разговор, он может разговаривать, там, минут 20-30, главное, чтобы он сделал продажу, и как вы относитесь к вот этой теме, когда ваши сотрудники могут свободно разговаривать с вашими конечными клиентами, но делать какой-то хороший результат. Да, мы, как ты правильно подметил, хотим свободно общаться с клиентами, мы уже, на самом деле, давно используем спички, ну, относительно, то есть счет идет на месяцы, и, как я уже говорил, да, мы не шаблонизируем наших операторов, общение должно быть максимально простым, при этом все-таки хочется, чтобы соблюдалось полнота ответа, то есть у нас в клиентском сервисе менеджер и руководитель придумали некоторое время назад некоторые критерии оценки для того, чтобы не фреймить операторов, но при этом соблюдать все стандарты качества и как-то их растить. Спич-аналитика позволяет собирать все эти логи в сыром виде, и их достаточно немало количества копится. Здесь уже такая не очень, я бы сказал, мудреная работа с машинным обучением, а конкретно, если говорить русским языком, модель с учителем, где мы собираем идеальные шаблоны и ответы по тематикам операторов, где у нас уникальных тематик на данный момент больше 120 и, соответственно, производим оценку автоматическую с помощью машинного обучения всех этих диалогов, которые поступают с Пич Кит по сравнению с теми, которые мы считаем идеальными по конкретной тематике. Это достаточно кропотливая работа, но пока что тестирование показывает, что это возможно. Спасибо, слушай, а еще просто наверняка нашим клиентам будет интересно послушать все-таки опыт внедрения такая, наверное, для многих страшная вещь, страшная история. Просто, может быть, ты еще расскажешь про то, что можно было бы там, на что нужно обратить внимание при начинании этой истории с речевой аналитикой. С речевой аналитикой, ну, точно нужно подготовить инфраструктуру, так как мы довольно изощренно хотим подходить к нашей аналитике и работе с клиентами и стараться ответить на все их какие-то внутренние и внешние запросы. В любом случае, это нужно подготавливать базы данных, где это будет все храниться. Потому что на данный момент максимум хранения логов в вашем облаке — это трое суток. А исторические данные нужно хранить по законодательству порядка пяти лет. Какие-то витрины данных, то есть их трансформация, это тоже в любом случае нужно будет подготавливать. И должна быть также соблюдена история интеграции с конечной телефонией. То есть в компаниях средних и больших используют такие виртуальные ТС, как ЦИСК, АВАЯ и так далее. То есть если можно будет скрестить данные с тем, что получается спичкита, то можно вычленить очень много инсайтов, полезной информации и как влиять на метрики. Исходя из нашего опыта, подружить телефонии и спичкит — это достаточно легко. Слушай, Тимур, спасибо за твои ответы, развернутые и про то, что я рассказал про опыт. Я вот вижу, что нам прилетел один вопрос. Добрый день. А проводились ли какие-то исследования по работе спич-то-текст у людей с нарушением речи, например, заиканием? Ну, это вопрос, наверное, больше ко мне. Да, это похоже на тебя. Да, смотрите, ну, в принципе, спич-то-текст как бы распознает и речь там детей, и с разным диалектом нашей большой страны, поэтому по поводу исследований я не готов сейчас ответить. Наверное, нужно будет вам как-то отдельно про это рассказать. В целом, как бы, спич-то-текст работает неплохо у нас. Если больше вопросов нет, то тогда, Тимур, спасибо. Спасибо, что позвали. На этом мы заканчиваем наш вебинар. Если у вас останутся вопросы, всегда готовы на них ответить. Пишите в комментариях, мы с радостью на них ответим. Спасибо. Всем спасибо, всем пока.